Всем ребят привет! Сегодня у нас очередной выход Выход у нас в одиночку Пацаны у нас Дмитрий, с кем копаю постоянно Уехал на какой-то юбилей В общем, квасить Ну и Евгений Евгений тоже Вчера звонит мне С таким расстроенным голосом Я думал, что-то серьезное случилось Он, знаете, таким жалобным голосом Мне и в трубку говорит Саня, я завтра не еду Я думал, что случилось такое Он, у меня завтра день рождения Я рассмеялся прямо в трубку Представляете, приехал он с работы Договорился со мной на совместный коп сегодня Вот Ну и жене говорит Я завтра на коп, на весь день А жена ему в ответ Женя А как же день рождения? Тот сразу опустился То есть, грубо говоря День рождения уже не в удовольствие Вот такие вот люди, как мы Готовы променять свой день рождения на коп Вот такая вот необычная у меня ситуация Я случил сегодня И сделал я с этого вступление Ну, копать сегодня буду в одной деревушке Довольно-таки интересной Ее все знают Несколько лет подряд я ее выбиваю Интересно тем, что здесь Были, в принципе, зажиточные помещики Как я знаю Только три Было здесь таких Крупных Помещика У них были свои поместья Угодия Сейчас я, кстати В свое время Общался я С человеком Из архива Местная здесь Библиотекарша Вот Сделал кое-какие Зарисовки Вот И эти зарисовки Я вам сейчас покажу То есть Сделал карту Именно старого Старого поселения Когда она в свое время Была Где какие Дома были Какое поместье Вот И еще одну я карту делал Когда только начинал копать Я делал отметочки на карте Где у меня были, в принципе Хорошие находки Вот Ну Вступление В принципе Сделал Сегодня я похожу По старым Деревенским местам Которые в свое время Были Но К сожалению Выгорели Был пожар здесь И практически целая улица Сгорела напрочь И они переместились В другую сторону Затем я пройду По Речке Вдоль речки Именно там Где Был Помещичье Угодие Вот Но Это немножко туда Дальше Потому что там Как бы уже Заселенное Такое место То есть Вдоль реки Мы будем ходить Очень-очень тихо Дабы Чтобы Нас Не запалили Ну В принципе Вот такой У меня план На сегодня Вот В одиночку Копаем Ну Посмотрим Что из этого выйдет Смотри Если ты меня видишь Конечно Значит у меня Сегодня что-то Получилось Вот Здесь вот Как обычно Или здесь Как обычно У меня Вкладочка Выходит Перед тем Как начать Смотреть Мой видеоролик Поставь Лайк Подпишись И Будешь Всегда В курсе Моих Раскопок Ну а сейчас К своей Карте Покажу Я вам Ну Для любопытства Ну а вот Ребята Сама карта Делал я ее При помощи Обычного Рукописного Текста В общем Все делал От руки Это у нас Деревня Которая В свое время Была Именно Такого Образца Вот Кое-где Я сделал Уже Пометочки Здесь у нас Вот Кладбище Вот Здесь вот Центр Здесь вот У нас Вот он Квадрат Было Помещие Угодие В принципе Огромное Оно было Вот там Мы В принципе С вами Копали В прошлые Разы Кто знает Следит за каналом Видел Как я Копал Ну в принципе Здесь вот Все показано Как стояли Дома В стрину Ручкой Я пометил Там Где В данный Момент До сих пор Существуют Дома Затем Самое Что интересно Здесь вот Было Помещие Угодия Тоже Здесь Был Не Федьево Вот Сейчас Здесь стоит У нас Школа Медпункт Вот И будем Ходить Вот здесь Вот Около Речки Потому что Здесь Походить Нам Не Удастся Потому что Здесь Дома В общем Центр Деревни Очень Людное Место И Пройдемся Здесь вот Вдоль Речки Здесь вот Посмотрим Что у нас Здесь будет Ну а Для начала Пойдем Здесь вот Походим Сейчас Мы находимся Сейчас Я вам покажу Где я сейчас Нахожусь Так Если смотреть То Сейчас Я нахожусь Вот здесь Вот Сейчас Мы зайдем На этот Гор Видите Зеленая Отмечена Здесь В свое Время Тоже Были Дома И Именно Вот Эта Область Вся Сгорела И Здесь Ничего Нет Вот Осталось Здесь Вот Пару Домиков Между Прочем Здесь Вот Как раз От Помещичего Угодия Осталось Всего Два А Сейчас Здесь Вот Коровник И Что-то Типа Склада Еще Что-то В этом Роде Вот Это Здесь Вот Ну Сейчас Мы Пройдемся Вот Здесь Вот Посшибаем Что-нибудь Потому Что Здесь Очень Много Я Подымал Царских Монет Советских Но Это Все В Прошлом Сейчас Это Все Выбито Трава В Высокая Камрады Здесь Уже Практически Не Появляются Потому Что Весь Ажиотаж Был Пару Лет Назад Вот Так Вот А Вторая Карта У меня Какая Это В Принципе Тоже Также Рукой Нарисовал И Показывал Вот Видите Точечки Это Все Те Места Где Я Подымал Очень Большое Количество Монет Так Что Ориентировался Я раньше Вот По Этим Вот Местам Где Большое Обилие Точек Это У нас В принципе Если Так Вот Приложить Наложить Карту То Здесь Вот Дома Были Здесь Дома Были Здесь Дома Были Вот В принципе Для меня Было Это Понятно Не знаю Как Вам Но Так Вот Ну Все Сейчас Будем Выходить Выходить Так Перейдем Речушку Поднимемся Наверх Туда И Там Будем А потом Вернемся Обратно И Пойдем По Речке Так Что Вот Так Ну Все Смотрим Итак Ребят Хожу Находок Ни Хрена Нет Извиняюсь За Вражение Просто Слов Нет Абсолютно Все Место Выбито Плюс Высокая Трава Я Вон Вижу Некоторые Камрады Вот Такие Полянки Делают Выкашивают Травку Затем Входит Но Это Вообще Двойной Труд Не знаю Находили Они Здесь Что Небудь Нет Но По Крайней Мере У меня Вот Находка Ну Находка Так Себе Шмурдячная Выпал Вот Такой Обломок Колокольчика Ничего Особенного Показываю Для Того Что Было Материала У меня Сегодня Совсем Нет Буду Показывать Все Более Менее Что Интересное На Камеру Даже Советы Буду Показывать Ну А Так Что Еще Сделать Вот Такие У нас Пока Находки Ничего Интересного Продолжаем Итак Иду К Своей Машине Стоит Она Вон Неподалеку И Был Сигнальчик Ну И Скажу Что Это Монета Монета У нас Вон Она Вон Она Лежит Как Видите Она Желтая Берем И Смотрим Это У нас Ранний Советик Судя По Всему Это У нас Трешечка Да Три Копейки 1923 Год 28 28 Год Вот Такая Монетка Ну Ладно Пусть Лучше Будет Синица В руках Чем Журавль В небе Ладно Продолжаем Итак Ребята У меня Очередной Был Сигнал И Сразу Могу Сказать Что Это У нас Золото Партия А вон Он На донышке Ямца Лежит Желтенький Кругленький Апельсинчик Вот Такой Вот И Это У нас 5 Копеек 5 Копеек 1940 Года Вот Такой Монитос Ничего Особенного Обычные 5 Копеек Перевести На Российские Рубли Стоит Она Совсем Ничего Ладно С находками Туговато В час По чайной Ложке Не густо Совсем Не густо На что То Повторюсь Выскакивает Но Очень Редко Ладно Продолжаем Итак Ребята От Последней Находки У меня Прошло Наверное Минут 15 И я Помню Фразу Которую Я сказал В последнем Эпизоде Сказал Что В час По чайной Ложке У меня С находками И вы Знаете Вот Вот Она Вот Она Чайная Ложка Вот Такая Вот У нас Чайная Ложка Выпала Это У нас Наверное Латунь Такая Увесистая Ложечка В принципе Неплохая Неплохая Клеем Нет Рисунков Тоже Нет Вот Такая Оригинальная Латунь У меня Есть Несколько Таких Ложечек Глядишь Скоро И составлю Целый Набор Таких Латунных Ложечек Именно Вот Такой Формы Есть Еще Одна Чайная Ложечка И Одна Большая Суповая Вилки Не Попадаются Ладно Итак Ребята Вот Прохожусь Я Мимо Таких Кустов И В кустах Я Заметил Такой Старый Дом Сейчас Мы С вами Заглянем В него И Посмотрим Что В нем Дом В принципе Старенький Сейчас Мы Найдем Вход 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 Вот Вход Порожек Ступеньки Так Крыша Обрушилась Так Не знаю Что это За дом Был Такой Дверь Есть А окон Нет Возможно Либо Его Не Достроили Хотя Не Знай Здесь Вот Навес Имеется Навес Делают В последнюю Очередь Может Какой Амбар Был Или Что-то В этом Роде Но Крыша Обрушилась Вижу Гвозди У нас Круглые То есть Не Кованные Я думаю Смыслы Здесь Задерживаться Нет В дом Побольше Еще Какое Продолжение Есть Сейчас Мы Заглянем Может В той Части Что-нибудь Интересное Будет Будь Даруб Надышался Я Пыли Так Вход Вот Еще Один Вход Сейчас Мы Глянем Блин Все Ноги Себя Исколол Крапивой Так Здесь Не Знаете Что это за вход Такой Похоже На окно Какое-то Так Ну да Это Какой-то Был Амбар Что-ли Почему Я так Решил Потому Что Путевого Входа Нет Такие Вот Решетки В заклепках Видно Какой-то Здесь Амбар Был Наверное Что-то Наверное Через Эту Решетку Выдавали Блин Лишь бы Не провалиться Вот Эти Створки Стопудово Открывались Может Склад Какой Был Потому Что Валяются Запчасти От Огнетушителя Фильтра Угольные Фильтры Да Это Не Жилое Помещение Было Так что Здесь Задерживаться Нечего Продолжаем Свои Поиски В Поисках Старины В Поисках Древности Ну Конечно Ж В первую Очередь В Поисках Монет Ладно Ничего Интересного В этом доме Не оказалось Ладно Продолжаем Всем гостям Моего канала Рекомендую Подписаться Здесь Вы увидите Много Интересного Видео Что Связано С металлопоиском И полезной Информацией Будьте Всегда Первым При просмотре Новых Видео А для Этого Тебе Надо Подписаться Нажать На Колокольчик Поставить Галочку И ты Будешь Первым Оповещен О появлении Нового В выпуску Итак Хожу я Вот По такому Вот Ручейку У нас Речушка Протекает По ту сторону Речки Вон В той Степи Была Усадьба Даже не усадьба А поместье Говорят Очень Богатые Там люди Жили Вот Но По тем Огородам Где сейчас Находится Данный Участок Вредные Какие-то Я Правда Не спрашивал Но Один Знакомый Сказал Что Он Не особо Недоверчиво Не пускает Они На свои Земельные Участки На огороды Я Решил Вдоль Ручейка Походить Сейчас Наверное На ту сторону Будет Перебираться На этой Стороне Один Шмурдячок Падается И вот Из этой Ямки Выполни Очередной Шмурдяк Решил Заснять Отдохнуть Заодно Выполни Вот такой Вот Краник Самоварный Краник Ничего Особенного Никакой Красоты Никакого Декора Нет Обычный Наверное Крестьянский Чайник Самовар Ну К сожалению Он обломанный Походу Я его Суданул И он Обломился Ну все же Находка Вот такого Плана Все же есть Итак Ребят Как я вам говорил Будем Ходить еще Вдоль речки И вот Такая вот Река Заброшенная Но сказали В свое время По старине Чуть Здесь вот На холме Была Помещи Угодья Ну и Хожу я Здесь Потому что Река Ну речка И здесь Постоянно Спускались Либо Стирать Либо Что-то В общем Здесь вот Смотрите Что Не буду Вот долго Смотрите Зелененькие Зелененькие Сначала Сначала Не верил Я конечно Уже Одну Монетку Доставал Посмотрел Что это Такое Но Это у меня Блин Это Это у нас Николай Имеется Такая Зеленая Патина На ней Ну Перевод Николаевский 1895 Пятый Год Сейчас Мы С вами Будем Смотреть Что Это Николай Тоже Что Это Не знаю Пока Не разберу Но Ну Да Одна Вторая Наверное Или Одна Четвертая Так Упала Так Это У нас Тоже Николашка Лысая Так О Это Тоже У нас Николашка Тоже Вот такая Вот У нее Какая Патина Зеленая Неинтересная Сейчас Я буду Все Это Складывать О Это Хорошая Вообще Чистенькая Такая Вот Сейчас Я буду Блин Все Ой Здесь Видите Отпечаток Такой Видно Это Слепошь Была И лопаты Я их Рассоединил Сейчас Я буду Доставать Пин И при Помощи Пина Все Вызванивать Офигеть Блин Пацаны Наверное Сейчас Жаба Давит Хе-хе-хе-хе И поехали Со мной Лучше Побухать Поехали Хе-хе-хе-хе Вот Видите Отпечаток Здесь Вот Была Еще Монета То есть Вокруг Зелени Зелень А в Центре Вот Так Вот Видно Какая-то Монетка Была Видно Как-то Вот так Вот Лежала Что Ли Вот так Вот Так Вот Зачетно Надеюсь Кладуха Большая Копнула Пару Раз Лопатой Так 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 Надеюсь Какая-нибудь Цена Раритетная Будет Я сейчас Крингу Стану Батарейка Селась Сразу Должна 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 пищит хорошо пищит все что не может быть 2 1 пинт опять блин пинт час спин что-то глубоко еще на чем лопаты читать чуть только копнуть где-то в стенке ну ладно сейчас капну неудобно что ты будешь делать то так ребят расширил я яму и уже практически сигналов нету есть такие знаете единичные такие походу все ну ладно сейчас я так вот еще наверно шурфану посмотрим что и получится и так ребята расшвырял здесь уже вот такой это объем поднял еще пару монет вот и все они у нас вот такие вот зеленые зеленые николаевские монеты такие вот зачетные здесь вот речка протекает здесь уже буквально метров 15 уже стоят дома жилые вот так что не обессудьте разговарив полголоса вот в принципе вот такие вот монеты здесь классно сейчас я наверно еще пройдусь вот именно вот по этому склону и посмотрим на результат может что еще выпадет вечер солнышко уже подходит к своему завершению уже начинает падать так что смотрим смотрим время еще есть и так ребята в принципе уже как вы видите а уже темно сейчас буду выходить на дорогу и постараюсь вам сделать обзор того чего я нашел находка просто сногсшибательная пусть это будет кладом нет это не рассыпуха пусть будет кладом просто зачетная такая находочка до дороги осталось как вы слушайте совсем совсем чуть-чуть и сейчас к речке я их сполосну и покажу вам принципе находка давненько у меня не было кладов а если честно то последний клад у меня был в прошлом году серебряный вот в этом году все в принципе поштучно ну было несколько залипух но такой объем монет я даже чуть не посчитал но больше 20 это точно пусть будет рассыпуха 5-10 монет но у меня больше 20 кладуха ребята кладуха так ребят все таки я решил сделать конечный обзор в принципе вышел я на дорогу в ручье я сполоснул монетки ну принципе монетки очень хорошем состоянии посчитал я по моему 22 штуки все николаевского образца вот последнего нашего царя некоторые конечно год не рассмотрел но в основном все николаевский и в принципе сохранчик будет неплохой зелень я думаю уберется и монетки будет вообще классно если вам интересно что именно какой сохран какой год я сегодня поднял в комментариях отпишитесь и я буквально сразу же их почищу на следующий день и вам покажу так что жду комментарии если вам любопытно можете отписаться и я конечно же приложу усилия почищу их и мы вместе с вами посмотрим какие монетки я поднял на этом ручке все сейчас я их вам продемонстрирую итак ребята сейчас та самая кладуха я просто сегодня доволен собой пусть и такие вот небольшое количество но вот эти вот все монеты это у нас кладовые поднял я вот пятачок сорокового года трешечка вот и вот эти монеты довольно таки любопытно то что смотрите а 77 монет это у нас одна вторая копейки надеюсь какой-нибудь редкий год будет они довольно таки редко попадаются поштучно даже вот а у меня семь штук семь семь штук вот в основном вот он ряд у нас копеечек это двушечки и одна трешечка ну в принципе трешечка немножко затерты вот так вот такая трешечка ну я не знаю в принципе в принципе добротный такой сохранчик вот ну по монетам что я хочу вам сказать все такие знаете одного года николаевского двушек у меня всего 4 5 6 6 двушек копеечки одна трешечка ну больше всего понравились вот эти вот монетки это одна вторая копейки 7 штук офигенно вот это вот я понимаю коп вот это это у меня в этом году первый клад 1 хоть и сезон скоро будем заканчивать но вот такой шмурдяк я вам не показал потому что сегодня это мне не интересно шмурдяк сегодня прошлись мы здесь вот все обошли очень здесь большое количество мусора а потому что здесь вот неподалеку находятся жилые дома в принципе бани вот и весь мусор местные жители сбрасывает в обрыв но я прошелся вдоль ручья вдоль ручья ну и зацепил я вот такой сигнальчик подымал там я всякого рода шмурдячок но неинтересный и в обзоре я вам его не показал ну а сейчас конечно же прощаться прощаться и кое-что я вам еще предложу достаточно приятную новость вот может быть кто-нибудь из вас ею и воспользуется и так ребят на этом я и закончу свое видео коп пацаны вам привет в принципе зря вы со мной не поехали бухать все-таки решили но вы увидите как если бы вы поехали возможно в вместе со мной бы здесь пошли бы и кто-нибудь из вас бы его поднял это однозначно потому что сигнал был очень здоровский не глубоко всего-навсего на пол штыка лопаты и глядишь кому-нибудь больше повезло чем мне так что вот так вот да кстати еще вот о чем хочу сказать хочу сделать знаете рубрику кое-какую тем что все кто желает передать привет своим подругам девушкам мамам папам дядям и всем 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 я могу вам это предложить а присылайте ко мне в одноклассники или вконтакте фотографии своих любимых речь если вы хотите и явка в принципе все это бесплатно передам приветики поздравления и вложу фотографию какую вы мне приложите так что между прочим довольно таки интересная рубрика будет надеюсь вам понравится вот такой ноу-хау на моем канале вы присылаете свои привет и поздравления я их опубликовываю пусть мой канал еще не раскрученный но в принципе если кто-то меня смотрит будет приятно посмотреть а если вдруг вы смотрите видеоканал и девушка рядом ей очень очень будет приятно если вдруг на ю тубе появится ваша совместная фотография поздравление и все в этом роде так что ребята учтите а также девушки которые смотрят меня 10 процентов ну в принципе и парням будет приятно если девушки поздравит их вот именно с чем-нибудь с юбилеем там я не знаю с какой-нибудь годовщиной потому что 90 процентов мужчины у меня смотрят и 10 процентов девушки так что можете намотать на ус и в принципе можете сделать приятный подарок совершенно бесплатно но вашему партнеру будет очень очень приятно ну на этом ребята я и буду заканчивать свой видеокоп если вам понравилось ставьте пальчики вверх а я думаю вам понравился из-за того что я сегодня поднял абсолютно настоящий клад многие многие говорят саня как-то я в свое время обсуждал один клад и сказал что это фуфло липо потому что и один я так понял то ли начинающий то ли немножко не понимающий человек спрашивает а как ты определяешь клад это ли подброшенные монеты ну в принципе сейчас вы видели подброшенные эти монеты или нет потому что на меди образуется однородный однородный слой на роста вековой патины патины либо зеленая то есть окислы меди или же апатина очень очень темно если почве например песчаные все здесь у нас была почва в принципе влажная чернозем из-за этого на них образовался вот такой слой зеленый зеленой эрозии ну в принципе надеюсь ответил я этому парню на этот вопрос и в принципе монетки вы сами все видели 1 ротин однородный слой вот это вот вековой зелени ну и все на этом и пока присылайте если вам любопытно всякие приветики я зачитаю в прямом эфире и все об этом узнают о вашей любимой о вашем любимом и о всем окружающим ну и все всем пока и клад клад под катуху как у меня сегодня был пока а